Давайте поговорим про самые опасные отходы первого и второго класса. Миссия по их утилизации, обеззараживанию возложена на госкорпорацию Росатом. Алексей Евгеньевич, хотелось бы спросить, насколько мне известно, должно появиться 7 мощностей, 7 предприятий, которые будут заниматься утилизацией этих отходов. Часть из них – это переоборудованные объекты Министерства обороны, часть должны быть возведены с нуля, насколько я понимаю. Поправьте меня, если я не права. Я хочу сразу спросить, какие системы будут использоваться для обеззараживания, где будут появляться эти мощности, особенно говоря о новых, понятно ли это уже на текущий день, и как будет вестись работа с населением. Потому что не все понимают, что такое первый и второй класс опасности. Слыша Росатом, многие начинают думать, что это связано вообще с радиацией. Расскажите, пожалуйста, как это все будет работать. Боюсь, времени не хватит всей пленарки, чтобы рассказать подробно. Поэтому крупными мазками начнем с конца. У нас действительно есть опыт работы с опасными отходами. И ничего нового для нас в функциях федерального оператора нет. Мы ее реализовали, Сергей Борисович знает эту историю, в рамках проекта Росрау, предприятие, которое является единым федеральным оператором по работе с радиационными отходами. Очевидно, что радиационные отходы кратно опаснее, чем среднестатистический накопленный промышленный отход. Это первое. Второе. Работа с населением. Как бы мы сейчас хорошо не работали с населением, работы недостаточно. И не только потому, что существуют определенные фобии. Мне кажется, Сергей Борисович об этом говорил вначале. Вообще, тема экологии лишь выходит на первый план. И если у руководителей, у министерств, у администрации президента, что называется, алармистский сигнал включен, то в основном население к этому относится скорее как к факультативной задаче. И вот пока жареный петух, пока не запахло, пока не загорелось, в общем, как бы такой проблемой и существует. Но, коллеги дорогие, значит, велика Россия, но отходы девать некуда. И это должен знать вообще каждый гражданин, каждый человек, поскольку это должно стать действительно национальным проектом во всех смыслах этого слова. В части национального проекта «Экология», о котором рассказывал министр, у нас есть свой федеральный проект, он так и называется, работа с промышленными отходами первой и второй категории. Что такое первая и вторая категория? Промышленные отходы первой категории опасности наносят природе невосполняемый ущерб. Отходы второй категории наносят ущерб, который восполняется десятилетиями. То есть это самый такой ядовитый прям в прямом смысле этого слова результат деятельности промышленности. В чем еще стоит один вызов? Ну так, держу себя немножко за язык. Не просто не существует работы с этими отходами. Она существует, она неправедная. И точной информации о том, сколько таких отходов сейчас захоранивается в Российской Федерации, нет ни у кого. И это еще предстоит выяснить. Концепция закона, которую приняла Государственная Дума, спасибо ей большое, внесен был закон правительством в этой части, она крайне проста. Значит, Росатом, как федеральный оператор, должен создать информационную систему, которая вскроет, собственно, механизмы накоплений и предложит пути реализации. Нейтрализация этих отходов. Причем два ключа заложено в концепции. Мы это будем делать на предприятиях, вами упомянутых. И предприятие, производитель отходов, может это делать само, но в рамках системы государственного контроля. Нет никакой монополии. Пожалуйста, создавай саму мощность или создавай альянс со своими партнерами. Но четко покажи государству, четко покажи обществу, сколько ты наработал и каким образом ты это все дело нейтрализовал или уничтожил. Вы помянули семь заводов. Ну, действительно, по четырем предприятиям, три из них находятся в Париотском федеральном округе, один в Саратовской области, одно в Кировской, одно в Удмуртии и в Кургане. Это предприятия, которые были построены для нейтрализации, уничтожения химоружия. Собственно, мера общественного риска уже была определена тогда. И то, что за годы работы этих предприятий никаких инцидентов не произошло, подсказывает, говорит нам о надежности технологий. Естественно, три новых точки мы определим вместе с правительством, вместе с общественностью, я это подчеркиваю. Очевидно, что одна из этих точек будет вот здесь, Восточный Сибирь, Дальний Восток. К слову сказать, что наше предприятие Росрау здесь работает в Бухте-Разбойник уже много лет и, в общем, вполне себе находится под контролем и взаимодействием с общественностью. Вот поэтому наша задача. А. Реконструировать предприятия, о которых мы говорили. Б. Добавить к ним три новых мощности. Создать единую информационную систему контроля, наработки и нейтрализации этих отходов. Ну и, надеюсь, под руководством правительства и контролем администрации президента подумать, что делать с накопленным наследием. Потому что, если мы говорим о накоплении ежегодном порядка 350-400 тысяч тонн промышленных отходов первой и второй категории, то накоплено, конечно, кратно больше. А этих мощностей, этих семи заводов, я так понимаю, будет хватать как раз на переработку тех самых ежегодных отходов? Да. И еще раз хочу подчеркнуть, что это основная, но не единственная мощность, которая будет создана. Мы относимся в этом смысле к этой работе как к бизнесу. Мы будем создавать альянсы и с нашими компаниями, и с международными участниками этого рынка, носителями этих технологий. Большой интерес у наших восточных партнеров, вот здесь, которые находятся в Зятск-Тихоокеанском регионе. Ну, европейцы демонстрируют не просто интерес, они активно участвуют в нашем проекте, который реализуется в Мурманской области. Это и итальянцы, это и французы, и норвежские наши партнеры. В Красный Бор? Финны нам поручено сейчас разобраться с двумя уже накопленными большими полигонами, русским языком говоря, свалками. Значит, это Челябинская область, где уже идет работа, и Красный Бор, притчевоязыц в Ленинградской области, к вниманию которому приковано в том числе и наших партнеров по северо-западному направлению, по Балтике. И, в общем, я надеюсь, что мы сможем в международных альянсах в том числе эффективно решить, я еще раз подчеркиваю, под публичным контролем. Я знаю, что вы представляете проект «Россия-24» компания. Да. Ну вот, делаю вам официальное предложение, можно сделать регулярную передачу, вот именно акцентированную на создании общественной приемлемости, информированности общества, именно в работе с этими самыми тяжелыми, самыми экологически рискованными промышленными отходами. Продолжение следует...